меня зовут Андрей. я хочу показать вам видео по изготовлению чехла для планшета. он специфический. изготовлен по методу как изготавливаются чехлы для телефона. приступим к самому процессу изготовления такого чехла. для этого свой планшет выставляете на какой-то материал. я выбрал вот такой толщины войлок. это была такая войлочная дорожка советских времен. она бывает зеленая. может быть красная. вот такая. я выбрал вот такой. просто ложите и обводите или простым карандашом или маркером. как вам удобно. наверное все зависит от того какой карандаш. твердый будет плохо писать. единственный момент постарайтесь увидеть что необходимо сделать зазоры хотя бы по одному миллиметру с каждой стороны. здесь я не сделал зазоров и мне пришлось вручную растягивать. было так плотно вставлять, что мне пришлось туда засовывать растягивающие пластины. но если вы оставите по одному миллиметру карандашом это сделать легко. можете обвести оставлять 1 миллиметр. хорошо размечаете. вырезаете необходимые кусочки. такие линии у вас остаются. нужно сделать смотрите верхнюю и нижнюю часть. и у меня сплошная часть. как я выбрал ширину. толщина 1. толщина 1. толщина 2. у меня получилось 19 миллиметров. в зависимости от толщины материала это может быть у вас плотный фетр или кожа. у вас будет своя толщина и вы сможете вычислить таким образом толщину вот этой ширину сплошной или вы можете сделать из кусков. здесь могут быть стыки если у вас длина небольшая. у меня целая дорожка поэтому я смог вырезать и полностью весь всю длину. когда вы вверх-вниз вырезали вам необходимо подобрать шов с помощью которого вы хотите хотите соединить. я пробовал разные швы. у меня был вот такой шов. остановился я на вот таком. сейчас покажу как его сделать. начинаем отсюда вставляем сюда смотрите. затем снова возвращаем опять же в эту же в это же отверстие. возвращаем изнутри переходим на следующую. переходим на следующую. опять таки теперь с этой следующей заводим сюда. материал плотный. поэтому мне сложно. я вам объясню дальше как я упростил себе задачу. потому что необходимо еще и чтобы ровно было. ровно сделать очень непросто. особенно если материал плотный. смотрите вы теперь делаете. вы перешли. делаете опять таки сюда петлю. снова возвращаетесь туда же. в эту же дырочку. и вернувшись в эту дырочку уже теперь переходите на следующий стежок. вот сюда. ну вот и так последовательно зашиваете все. не очень легко и долго. но смотрите у меня очень плотный материал и сложно сделать одинаковые отверстия. одинаковое расстояние плюс одинаковое вот такое. как я пошел. я пробил отверстие вот таким вилочным пробойником. это так называемый вилочный пробойник. он для кожи особенно используется. значит скошенные отверстия. потому что для кожи используется. значит что я делал. каким образом поступил. просто разлинил. у меня толщина 5 миллиметров поэтому я вот на толщину 5 миллиметров отступаю. последний последний вставляю в ту которая уже есть. чтобы расстояние было один точно таким же. пробиваю. вот таким образом я пробил. теперь сюда смотрите. во первых вы видите куда вставлять. но у меня стала проблема. такая что когда я пробил по всей длине. вот здесь по всей длине. пока начал шить эти дырочки скрылись и их уже не было видно. поэтому я пошел еще дальше. начал может быть видите здесь следы от черного маркера. каждый раз накрашивал маркером. и пробивал. и у меня кроме дырочек еще остались от маркера следы. и тогда даже если она так немного вроде бы смыкается. но все равно отметины остаются. что здесь дырочки. ну и таким образом во первых выдерживается расстояние. во вторых вы это делаете по линии. потому что нужно карандашом сделать линию для того чтобы правильно пробить. отмечаете 5 миллиметров или столько сколько вам удобно. сделайте это на кусочки. я отметил. и теперь пробиваю по этой линии. пробил. обязательно каждый раз накрасил вот таким образом. вставляю в последнюю дырочку. получается три новых. одна вставляется в последнюю. и так каждый раз увеличиваю и увеличиваю. все пробил по всей длине. пробил по всей длине. пробил узенькую полоску. и последовательно начал сшивать. таким образом можно сшить до конца. как поступил с хвостиком. я сделал ее немножко длиннее и у меня оказался вот такой хвостик. он торчал. я решил сначала хотел отрезать. но решил поставить сюда холнитен заклепку. модное название сейчас холнитен. можно зажать плоскогубцами. а можно сделать специальные щипцы для холнитена. вот такое устройство для зажимания заклепок. это старые плоскогубцы из гаража. желательно чтобы были как можно более длинные губки. я приварил сюда гайки на 12. специально под конкретный холнитен сделал зажимы. у меня холнитен с диаметром двухсторонний. лицевая сторона и задняя и нижняя и верхняя. они по 6 миллиметров. я просверлил отверстия 6 миллиметров здесь и 6 миллиметров здесь. причем сначала просверлил меру меньшим отверстием. а потом большее и вот это 6 миллиметровое сверло я специально расточил. таким образом чтобы не было конуса. он был вот такой. на точильном кругу сделал вот такой загиб у сверла. он сделал такую плавненькое дно у этой направляющей. таким образом вставляю сюда. обратите внимание. вставил и зажал. и зажал. все. холнитен зажат. таким образом поставил кнопку. поставил вот такую это называется рамочка от старой сумки. и вот от старой сумки у меня был такой наконечник от ручек женской сумки. а вот сюда можно поставить или кусок кожи или кожзаменителя. а у меня такая у моей жены была такая отделочная из кожзаменителя отделочная лента. я ее поставил сюда. она не имеет физической мощности. не выдержит нагрузку если ее носить и размахивать. но так чтобы допустим когда вытащил планшет и просто держать чехол ее мощности хватает. если хотите можно сюда ленту поставить такую жесткую синтетическую или кусок кожи можно поставить. я поступил таким образом. вот планшет хорошо сюда входит. но его оттуда не так просто вытащить. надо за край тянуть придавливать. поэтому я решил сделать как в телефонах такую полоску которая бы вытаскивала. что я сделал. вот вырезал полосочку такую из кожзаменителя обыкновенного. и вот приклеил с двух сторон с этой стороны и с этой стороны уже померил какой длины. приклеил и сюда хочу поставить две заклепки и сюда две заклепки. заклепки правильно называются холмитена. модное такое название. для того чтобы их поставить нужно эти в принципе можно и шивом проколоть отверстия. они тоненькие. но у меня есть такая как бы вам объяснить что это такое. это трубочка с диаметром вставлена в ручку диаметр 2.8 это вот трубочка латунная от какой-то антенны от радиоприемника самая тонкая трубочка я ее снял отсюда вставил в ручку просто просверлил отверстие вставил в ручку и немножко краешек заточил. теперь благодаря этому если поставить на какую-то досточку наметить вот здесь если наметить намечаем в каком-то месте где я поставлю одну здесь одну где-то вот здесь значит просто придавливаем и крутим придавил и так проворачиваю просто чик 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 и все насквозь прорезает отверстие немножко сильнее теперь и так же вторую вставлю и прорезаю оно так слышно хрусть прорезал и там насквозь уже прорезал теперь вставляем заклепки и ответную часть заклепку вставил убираем лишнюю лишняя часть не отпала вырезаем какая-то часть не отпала и теперь прижимаем и я в принципе ставлю с помощью плоскогубца плоскогубцы оставляют небольшой след на холмонитенах такой цвет такие рисочки ну они такие и с этой стороны и с этой остается небольшой след такой полосочки ну они как рисунок выглядят мне нравится даже с полосочками точно так же какую сторону наверное без разницы с какой стороны вставлять вставил сверху верхушка и ровно поставил и поджимаю но обратите внимание сейчас я поставил он стал криво вывернулся вывернулся и вывернулся я сейчас его сниму и поставлю хорошо другой холмонитен этот не получился вывернулся вывернулся потому что слишком длинная ножка 9 миллиметров для такого тонкого многовато ровнее было поставить сейчас ставится ровно немножко криво я потом переставлю точно так же поставлю сюда две и что я хочу сделать значит я делаю сжимаю и вот сюда в щель просовываю изнутри в щель просовываю у меня расширение вот так оно будет выглядеть теперь когда я вставляю у меня вот таким образом будет вытаскиваться это уже готовый вариант я сейчас сюда еще две заклепки поставлю такой чехол уже готов думаю что у вас все получится подписывайтесь на мой канал вы сможете увидеть много интересных видео по ремонту бытовой техники по изготовлению различных полезных вещей посмотрите в плейлисте что вы сможете выбрать для себя буду рад если вы напишите комментарии всего доброго до свидания